Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, время летних отпусков и каникул почти завершилось, наши церковные кемпинги тоже завершились, я очень рад, что смог вернуться в офис, и сейчас обращаюсь к вам в информационном блоке от Славянской Церкви Адвентистов 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, начну с информации о нашем субботнем богослужении. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я. Мы решили Советом Церкви, что хотим пройти цикл проповедей, связанных с доктринами нашей Церкви. Они не будут идти друг за дружкой, скорее всего, это будет одна проповедь в месяц, но в эту субботу будет первая из них, из этого цикла. И она будет непосредственно связана с тем праздником, который у нас будет. А праздник будет связан с теми людьми, которые заключили завет с Господом на молодежном кемпинге. Напомню, у нас крестилось на молодежном кемпинге 20 человек. 15 из них, это из нашей общины, мы будем принимать их в эту субботу в члены Церкви. Так что не пропустите это служение, для нас это большая радость и огромный праздник. Также хочу сказать, что в следующую субботу у нас будет особенная молитва благословения за всех школьников и студентов. Тоже будем очень рады, если вы станете частью этого торжественного служения или события. 19 августа у нас будет членское собрание. Главный вопрос, который мы будем рассматривать, это принятие бюджета на 2023-2024 год. Так что, пожалуйста, было бы очень хорошо, или скажу по-другому, это очень важно, чтобы вы были вместе с нами на этом служении, а после служения на этом членском собрании. Будем рады вас там всех видеть. Хочу напомнить, нам очень нужны участники для программы «Молитва, передвигающая горы». Судя по тем отзывам, которые мы находим под этой программой, она является большим благословением для многих людей. Крепляет, верит, верит надежду, открывает Бога вот в тех чудесах или просто событиях, которые Он контролирует, или в которых Он ведет нас с вами в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, я верю, что у каждого из нас есть те опыты, которые мы хотели бы еще рассказать. Не стесняйтесь, пускай Бог будет прославлен. Звоните мне на номер телефона 916-254-8182, и мы обязательно с вами договоримся о том, когда вы сможете принять участие в этой программе. Вы нам очень нужны, а еще больше вы нужны тем людям, которые только лишь познают Бога и делают это посредством нашего YouTube-канала. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам. Также в эту субботу мы открываем фонд помощи для Сони с Баражской. Соня родилась с закрытыми ушными каналами, и ей нужно сделать операцию. После этого видеообращения я поставлю видеообращение мамы Сони, и вы узнаете чуть больше о той проблеме, с которой мы столкнулись. Мы с Советом Церкви решили, что хотели бы принять участие в помощи этой семье, поэтому в эту субботу будет объявление, а последующие две субботы у нас будет открыт фонд, для того, чтобы мы могли тоже стать частью решения этой проблемы, с которой столкнулась эта семья. Я надеюсь, что Бог будет особенным образом благословлен через наше участие в этой проблеме. Хочу напомнить о молитвенных просьбах. Мы продолжаем молиться за Ольгу Казаренко, за Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка. Также это уже боль нашего сердца. Очень долгое время мы молимся о том, чтобы война в Украине прекратилась, чтобы в конце концов убийства, насилие, смерти, эти все горе, они пришли к своему завершению. Повторюсь, говорю этого достаточно часто. Хотелось бы, чтобы не только эта война закончилась, но и все войны, которые идут на этой земле. Хотелось, чтобы мир и благополучие воцарились тут. Верю, что Бог силен это сделать. Хотя, с другой стороны, очень хорошо осознаем, что только второе пришествие Иисуса Христа, оно решит все те проблемы, с которыми человечество сейчас борется. Поэтому пусть Бог милость свою проявит каждому из нас, пока его еще нет на этой земле или до его второго пришествия. А с другой стороны, пусть он как можно раньше вернется, чтобы все эти беды уже закончились окончательно. Хочу прочитать текст из Священного Писания. Это короткий стих, Псалом 105, первый стих. Аллилуйя! Славьте Господа, потому что Он благ и милость Его навеки. Да будет Бог прославлен нашей с вами жизнью. До встречи, дорогие друзья, на нашем служении тут цепи или же в прямом эфире. Миром и любовью нашего Бога мы приветствуем каждого, кто смотрит наше видеообращение. Мы с Сонечкой хотим рассказать вам нашу историю. Шесть лет назад Бог подарил Сонечке жизнь. Но Господь допустил, что Сонечка родилась с закрытыми ушками. Слуховые проходы закрывает костная ткань. Сейчас она слышит при помощи своего слухового аппаратика костной проводимости. Уплотнение, которое перекрывает слуховые проходы, с каждым годом становится все толще и плотнее. Таким образом, слуховой аппаратик костной проводимости все хуже справляется с передачей звука во внутреннее ушко. Вот Сонечкина левое ушко. Слышит она при помощи слухового аппаратика. Процессор находится здесь, а именно непосредственно передается звук вот от этого устройства. Ушко с правой стороны выглядит так. Это ямочка. Ямочка, да. Ушко тоже не сформировано и тоже, как и с левой стороны, слуховой проход отсутствует, а только вот такого вида ямочка присутствует. Но слухового прохода как такового нет. Ну, у Сонечки есть единственный шанс на восстановление слуха до пределов нормы. И этот шанс дает калифорнийская клиника. Клиника уже более 25 лет занимается нашей патологией. В этой клинике возвращают деткам слух. Но бывают такие случаи, когда пациенты приезжают в эту клинику для того, чтобы исправить то, что сделали в других местах другие хирурги. И иногда бывают ситуации, что приходится спасать жизнь деткам с патологией микротея, как вот у Сонечки. Сумма, которую выставила клиника, непосильна для нашей семьи. И мы просим помощи у неравнодушных людей, которых Бог располагает поучаствовать, принять участие в исцелении Сонечки. Верим, что с Божьей помощью у нас все получится, что Сонечка обретет заветный слух и сможет услышать пение птичек, природу, шум воды. Но самое главное мое переживание – это то, что во время прокулки она не слышит шум надвигающегося автомобиля, не может сориентироваться, с какой стороны идет тот или иной звук. И, конечно, это все подвергает опасности ребенка. Мы благодарим каждого, кто принимает участие в нашем нелегком сборе, в нашем нелегком пути. И верим, что с Божьей помощью мы пройдем этот путь. Продолжение следует...